Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Следующий вопрос прислал доктор из Липецка. И вопрос звучит так, Владимир Васильевич. В чём отличие препарата Витапос и Паринпос? Это очень важный вопрос, кстати. Дело в том, что, конечно, все мы привыкли к препарату Витапос, и вдруг появляется препарат Паринпос, и казалось бы, это что? Это один препарат замещает другой? Ну, безусловно, это не так. Я могу сказать так, обладая достаточно большим опытом применения препарата Витапос, этот препарат чрезвычайно эффективен в лечении синдрома сухого глаза, особенно когда есть признаки чешучей метаплазии конъюнктивы, когда есть признаки дефицита муцинов в слёзной плёнке. Вот тогда, конечно, препарат Витапос, который мы чаще всего применяем на ночь, ну, на мой взгляд, не заменим сейчас среди прочих лекарственных средств. Это что касается препарата Витапос. Ну, вообще, мы, я уже не помню, сколько лет мы его используем, много лет. Вот, но здесь справедливости ради, коллеги, препарат Паринпос, он тоже не молод, он хорошо известен. И эти препараты совсем не взаимоисключают друг друга. Это рецептура, каждая из которых имеет свои преимущества. В Паринпосе, в отличие от Витапоса, используется гепарин. Мы говорили уже об этой молекуле. И вот в этой мазевой форме, это очень, буквально, как там нельзя сказать, рекой льётся, мазь активно накладывается. При целом ряде состояния, эндокринных офтальмопатиях, особенно когда идёт хирургия этого состояния, где очень непросто бывает добиться нужного эффекта, очень частые назначения при любых вариантах блефоропластик, вообще любой косметической хирургии, связанная с вспомогательным аппаратом глазного яблока. И поэтому эти две рецептуры, они друг друга дополняют, и использовать их нужно по тем показаниям, которые мы сейчас пересислили. Это препараты, которые друг друга поддерживают. Спасибо.